В регионе ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает информагентство Саратов-24 со ссылкой на заместителя руководителя областного гидрометеоцентра Светлану Цветайло. Она рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшие дни. Известно, что пока в Саратове сохранится оттепель, также временами возможны дожди и туман. Что касается температуры воздуха, сегодня она может повыситься до 5 градусов тепла, однако похолодание начнется с правой бережью уже с завтрашнего дня. Прогнозируется, что дожди сменятся снегом, а похолодает до минус 15. В выходные будет также морозно и облачно с прояснениями. Во второй декаде февраля сохранится неустойчивый характер погоды и ожидается чередование слабых и аномальных морозов. Также известно, что температурный рекорд февраля пока не побит. В 90-м году в Ртищево было зафиксировано до плюс 6. А в феврале 2000 года в Александровом Гае столбик термометра поднялся до плюс 12. Только за последние сутки жертвами телефонных мошенников стали 14 жителей региона. Аферисты обокатились более чем на 670 тысяч рублей. Полиция призывает ни при каких обстоятельствах никому не передавать данные своей банковской карты, а также коды, которые приходят в СМС-сообщениях. Также не следует под диктовку неизвестных проводить какие-либо операции через банкомат. Мошенники постоянно обновляют сценарий разговоров. Один из популярных – запугивать владельца банковской карты кредитами, оформленными без его ведома. В саратовских ЗАГСах ожидается свадебный бум. На регистрацию в первую зеркальную дату года уже подали заявление 90 пар. Также в день влюбленных 14 февраля пройдут тематические церемонии во дворце бракосочетаний и в ангельском ЗАГСе. Рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева. Она также уточнила, что в красивые даты прошлого года в Саратовской области зарегистрировано около 2000 браков. А вот информацию о том, что пандемия повлияла на количество разводов, Пономарева не подтвердила. Сообщив, что в 2020-м их даже было чуть меньше, чем годом ранее. Продолжение следует...